Продолжение следует... Еще одна заготовочка или какая-то удивлялочка от команды Hellrisers. Теперь не знаю от АТН и что же делать. Кого банить? Всех не забанишь. Какие-то новые персонажи постоянно появляются. Какие-то они чудовищные. И, ну, посмотрим. Лон Друид на самом деле очень неприятный товарищ. Очень неприятный. Какое-то время его... Так, вот я слышу у нас гости. Какие? Какие? Все в порядке. Все хорошо, да? Мы в эфире. Все нормально. Так вот Лон Друид, один из твоих нелюбимых героев, потому что у него есть Самон. Но он появился. Он просто, как бы, мне он не нравится. Я не знаю, не могу тебе объяснить, почему. Я понял. Даже не Самон дело. Просто вот герой, который меня... У тебя есть нелюбимые игры? Да, я понял, о чем-то. Это вот просто как бы внутреннее чувство. То ли тебе его, грубо говоря, лицо не нравится, или там скиллы, или как он там себя ведет. Вот это вот или что? Или по-другому? Ну, не знаю. Скорее всего, в скиллах, наверное, дело. Потому что мне... Ну, я люблю более другой стиль игры, не вот таких героев. Поэтому, как раз таки, это не мой, не мой герой. Да, висп еще вот тоже. Вот я его не люблю. Этот симбиозный висп, который нужно присасываться, сходить с кем-то, воевать. Не, конечно, можно соло-мидл играть, не проблема. Но были такие виспы соло-мид, я помню. Были, конечно, виспы. Даже в Na'Vi так играли еще в пару команд. Ребята так тоже катали. Но не мое. Вот на Бэйни легко, на Эмбер Спирити тоже легко. Вот кто давай из банов. На Бурде могу, на Бесмастере могу, на Пудже могу, на Чене мне нет. На Инвокере тоже нет. На Инвокере нет, Венга, Дарксир могу. Ну, у тебя огромный был просто герой. Смотри, на всех можешь, кроме там всего лишь 4 персонажа. Да, их там, ну, штук 6, наверное, 6-7, где-то так. Отлично. Ну, еще один бан для, собственно, парней из Hellrisers. А потом они перейдут к выбору героев. Ну, уже перед ними тоже не самая простая задача стоит Бэйн и Спирит. Весьма такие заковыристые, неприятные, противные, противнючие герои, я бы так сказал. Но тут правда тоже этот Лондруид. А Ио это под Лондруида или под кого-то другого? Это под другого. Лондруид это будет играть Шачло. Потому что это один из сигнатурных героев. Много на нем он отыграл. Ио это под другого героя, точно. Так, ну смотри, тут уже много хила, а не будут брать Оперейшена? Ну, это такой еще завалированный подпуш, на самом деле, с этим Лондруидом. Потому что можно будет ломать как раз-таки под Ио. Поскольку медведь там присосется. Мы брали, конечно, у него удары по строению. Не ломает он сейчас так быстро товара, но все же. Ну да, все же там еще и ондайнг. В общем, да. Неприятно. Ну, теоретически, если прям вот совсем хотят выйти, что-то типа как на первой карте пытались показать, то могут там еще взять какого-то себе персонажа. Кстати, вот Джакира обе карты брали от АН. О, Джаггернаут. Джаггернаут тебе нравится? Джаггер хорош, да. Я на всех активных героях, да. И вот эти герои, на которых я не играю, это не факт, что я не могу на них сыграть. Я не могу показать максимум того, что я умею на них, эти герои просто. Так-то я могу спокойно. Я знаю, как там все работает. И как надо действовать. Но вот максимум я не могу выжать из них. Потому что очень мало на них отыграл. Ясно. Ну ладно, в общем, к тем героям, которые у нас появляются. Годдем сейчас думает, что же делать. Кстати, 0-0, я не ошибаюсь. Вот дополнительного времени же нет, да, у АТН. Или это у меня заглючило? Ну, вообще 0-0. А Джаггер, он был пикнут или это рандомчик? Я не знаю. По идее, пикнут был. Так, вот никто ничего тщательно пишет. Ну да. Ну ладно, в общем. Ну на самом деле, да, задача не из простых стоит перед АТН. Их только что просто наголову разбили. Но вот вы видите, да, 4, собственно, бана. И это не как там обычно, да, какие-то там, ну, грубо говоря, там, Венга или Дарксир, да, которые там могут заезжать. Или там Таски какие-то. А вот это реально все те герои, на которых играли на предыдущих картах игроки Hellrisers. Все, все правильно, все верно. Вот, герой, наверное, к Виспу. Скорее всего, Герокоптер это будет. Потому что третьего фармера не надо добавлять, будет очень слабо. Будет Герокоптер фармить, будет Лондруид фармить, будет еще герой, который на миде будет стоять фармить. Но это может быть маг какой-то. Скорее всего, типа... Лино? А, да не Лино, может быть, какую-то... Ну, да, Лино. Лино неплоха. Лино, Квин оф Пейн. Что-то из этой серии. Ну, с чистым дэмэджем, чтобы можно было там шваркать спиритов, джаггеров, там, бэна. Да не, просто темпер спирит, скорее всего, пойдет в мидл. Можно, конечно, джаггернаут поставить, но все же. А может быть, и еще какой-то герой на подпушку возьмут. Почему бы и нет. Ну, пока аппарат. Вроде бы у Атент и Пикт такой сам по себе неплохой. Но... Ну, посмотрим, может быть, третий. Может быть, Дум какой-то появится. Тогда это будет... Может быть, какой-то... Там, Тайтхантер. Ну, как-то вот нужен какой-то инициатор им. Прям совсем жесткий, который будет впитывать урона. Потому что урона тут придется впитать очень много. Зомби, Гирокоптер, Лондруид. Эти парни, ну, как бы способны внести неприятности. Кентауэр какой-нибудь неплох. Кстати, да, с агонимчиком. Кентауэр неплох. Тайтхантер на самом деле тоже неплох. Потому что он дроид БКБ не собирает. Бис БКБ не собирает. Андайн БКБ не собирает. БКБ будет только у Гирокоптера. Уже против трех героев работает Реводж. Да, неплохо. Тайтхантер тоже неплох был. Потому что единственный, как раз, этот герой Гирокоптер. А если Магнус? Магнатаур слаб. Слаб. Магнус, в принципе, неплох. Если его пикать, на самом деле, для идеи, то, что ты будешь накидывать два импауэра, один на Бригернаут, другой на Эмберспирта, то Магнус работает хорошо. Но надо до этого дожить. Потому что могут задавить вначале. Ну, то есть, с Кентавром, с Тедухой попроще было бы. Ну, да, отбиваться вначале как-то будет проще. Смотри, и пятый бан, это Вайпер. Просто всех забанили. Так, на ком они там еще играли? Ну-ка вспоминаю. Вайпер-танк хороший, как раз мидл, смекает, упадет, будет заходить под тем же виспом, под отдаингом, неубиваемый. Но есть аппарат уже, который хилы, сбивает нормально. Не дает им работать, в принципе. Аппарат. Ну, кстати, вот насчет противоаппарата очень хорошо. Лондруид работает в том плане, что мы можем вчетвером где-то там в одном месте под тавером стоять, и туда Бласт будет лететь. А Лондруид в каком-нибудь другом месте будет тоже тавер грызть. Ну, может быть, не так эффективно, но, тем не менее, тоже будет пытаться убивать. Ласт пик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, вот он, кстати, хороший такой. Старый добрый панда, как раз тоже, когда ты идешь ломать тавера, она просто прыгает с этим дайгером. И дизейблит, и ты ломаешь спокойно структуры. Старая добрая стратегия. Да, кстати, которая принесла победу небезызвездной команде ОУДЖИ. Да, есть он у них в сигнатурочках. Брюмастер. Ну, Суприм должен ответить. Ну, против брюмастера что, ДУМ? Сайленс какой-то. Ну, блин, ну если Скаймага брать, это бред. Профеты берут. Профеты берут. Хотя сплитпош-то. Ну, да. Как на первой карте решили. Ну, против профита сплитпош. Ну, такое. На самом деле здесь нет станов почти. Есть стан у Сумона Лондруида. Такой стан, который может не сработать. У Испа нет станов, у Онданга нет станов, у Геррокоптера нет станов. У Брюмастер стан только у двух панд. Одна один и Улл, другой, в принципе, камушек. Тоже надо ульту издать для этого, чтобы застанеть. Поэтому Форион, в принципе, может здесь улетать. Да тут все могут улетать. А Темберспирь тоже себя комфортно чувствует. Джиггернаут себя очень комфортно чувствует. Нет, что по БКБ ударить нормально. Ой, не по БКБ, по крутилке. Так что Хилл Резерс должны опять нормально поформить просто вначале. И пойти кулачком с деггерами, с мишкой с хорошим левелом, с андаймингом с хорошим левелом. Просто пойти и давить на какую-то определенную минуту. Ну, посмотрим, как вначале отыграют. Может, у них вообще не пойдет игра вначале. Потом дальше будет плохо все. Ну что, по героям пройдемся? Давай, конечно же. С кого начнем? Да, начинай, а я тогда продолжу. А, хорошо. Ну, давай тогда я с АТН начну. Ну, Суприм на Эмбрус Пирите играет. На центральной линии он будет, видимо, фармить. Ласт пик был Nature's Profit, и это ниша. Ancient Operation, который должен сбивать Хиллы, который будет очень неприятный. Косор управляет этим персонажем. Джаггернаут. Экзотик Дир, экзотический Джаггернаут. Ну и последний персонаж. Команда АТН — это капитан команды Эл Лисаж. Он управляет Бэйном. Дир — это, по-моему, это олень. Экзотический олень. А я как сказал? Экзотический персонаж. Нет? Ну, олень, да. В общем, короче, олень, да. Просто олень. Ладно. И Ашеры. Годдэм играет на Ио, на Веспе, Андершок играет на Ндайинге. Шачло играет на Лондроиде. Ипах или Иван, как вам удобнее, играет на Гирокоптере. И Афонин играет на Брюмастере в мире. Такие вот они соискатели победы. И шансы есть у одной и второй команды. Но тут есть панда, которая священное животное в Китае. И, может быть, она принесет... Ну, не то чтобы священное, но под защитой. Две панды, да, кстати. Одна тут панда, другая тут панда. То есть... Обижают медведей. Круче, чем одну панду... Чем одна панда, может быть, только две панды. А, ну, может быть, еще три, но надо, чтобы там был Рубик. Только в таком случае. Но, опять же, надо, чтобы Рубик... И у Рубика тоже был скин панды на лондруида. Так-так-так-так-так. Уже клэп, уже неприятно. Но там есть брейнсап. Сапнул немножко, побежал назад. Хороший, сильный дабл в мире стоит. Примастер плюс висп. Но могут приседать. Посмотрим. Боттл уже... Летит? Должен ехать. Нет, он чекин что-то на меди делал. Походу, что-то принес. Ну, что-то, что-то, да. Доносил. Так, а у Ио уже боттл. Ну, соответственно, Афоня что-то тоже боттл покупает. Вот так вот. Дабл боттл. Или это Ио продал его. Нет, два боттла ведет. Ну, тут... Дабл боттл. Да, так что парней просто не пробить. Столько у них там хила будет. Опять клэп. Так, можно попробовать разменяться. Нет, наверное, не стоит все-таки размениваться и бегать назад. А я не знаю, почему. Не попытался связать. Могли бы убить на самом деле. Хила-то нет у Ио. Может быть, много крипов было, подумал, что там, типа... Ну, хотя, да, что думать надо. Надо пытаться, надо пробовать. Так, вот смотри, Лондроид уже там загнал Жиггернаута. Прям в какую-то резервацию. Уходит экзотик дир далеко-далеко. Пауза. Пауза. Да, Лондроид там нормально. Гоняет, ребят. Да. Ну, в такой ситуации, мне кажется, надо просто агрессивнее играть. То есть не стоит там забирать каких-то крипов, а вот просто пойти покрутиться там. У Лондроида 560 хп. Ты крутишься, ты ему там, ну, 250 снимаешь вертушкой. Плюс там с руки оперейшн набросает. Плюс там как-то челен-тачем побить. Ну, что-то такое. Плюс Фурион может прилететь в конце концов и забирать Лондроида один, второй, там, третий раз. Ну, как-то они все это на самотек пустили, в итоге Лондроид сейчас овнет. Ну, может быть, не овнет, это еще рано так говорить. Там, крипов у него мало, левел там особо. Ну, короче, неприятно сейчас стоять, и приходится по таврам там добивать. Уже Джиггернаут использует хилочку свою. Ну, а в центре экшен, экшен, экшен. А как они будут? Они в две разные стороны будут за рунами бежать, чтобы на мае второго была? Да не-не, на одну. Так, ну, там Бэйн увидел год. Бэйн со слепым уже. Так, оп, опа. Так, и что, кому руна? Каму руна? Ио, ну, сейчас его можно... Бэйн забрал руну. Сейчас его может погибнуть, связать. Ну, что такое? Суприм застрял, просто там втыкнулся в этот берег. Сейчас еще будут бежать, смотри. Афон сейчас был, скорее всего. Ну, Ио, может, как-то присосется сейчас. Как-то подхиляет. Ай-ай-ай связывает. И, да, ФБ. Ну, Ио, там было мало ХП, реально сложно. Ой, Ио, почти разменялся. Там еще было пару ударов. Какой-то Санстрайт, не знаю. Это Зеса? Да, да, да. Зевс Ульт. Афреона как раз-таки своего. Зевс теперь красивый, модный. Там ему добавили этот... Как он там, аркану? Да, ждали все эту аркану. Ну, там мне кажется, он на Свена похож. Какой-то качок прям. Раньше такой пузатенький дедушка был, а тут такой прям, ух, плечи. Лучше Пайкер Пиксели бы. Вместо чем эти арканы делать. Ну, да. Так, окей. Подфармливает потихоньку шач-слот под тавером. Криповчиков убивает. Ну, и вот он там. Operation усиливает Джагу. Джага теперь все может заденать, все добить. Так, еще один удар. Правда, и лондруид тоже не дает в обиду. Но самое приятное с лондруидом, вы знаете, что как бы если... Ну, поскольку у него есть медведь, то он может постоянно агрить крипов на этого самого медведя. И таким образом тавер не проседает. То есть, если там иногда какого-нибудь... Ой-ой-ой, опять в центре Афоня. Афоня подстрял немножечко. Так вот... Так, что у нас там битва закончилась? Да, закончилась. Так вот, если у вас какой-нибудь там бэтрайдер, да, и вас прогнали из линии. О-о-о, но поздно уже раскручиваться. И далеко был Джаггернаут. В общем, как-то постфактум они уже пытаются оделать. А тут бежит медведь. Ловит, ловит, ловит геррокоптера, кулдаун у него телепорта. И, скорее всего, это будет смерть. Миша никуда не уйдет уже. Так, ну, аппарат, что он все-таки забрал там лондруид. Сам, может быть, разменяется или нет? А я и шачло. Ядик, ядик-то тикает. Ядик, я прокнул яд. И Джагга убивает лондруида. Ну, смогли разменяться. Может, все-таки малой кровью, но кровью пришлось отдать саппорта. 2-2. У нас вот так как-то в один момент просто образовало 4 фрага сразу же. Ну, 3. Там, как бы, Афоню чуть раньше забирали. 14 на 4. А у Афони, ну, у Суприма тоже примерно такое же количество крипов. В Афоне сейчас аккуратненько нужно ставить. Боттл только летит. Пол хпс подстранит сейчас на чейны. Может, и не уйти отсюда. Но висп есть. Висп с пустым боттлом только тоже. Связывает. И брейнсап. И живет. Хорошо его спасает. Его выхиливает. Бегут дальше. Хотят разменяться. Хотят еще пару ударов. Да, вот так вот. Просто на грани фола. 2 этих стика, 2 ботла. Ну. Кстати, Спирит. Ну, а если бы он там стики прожал, он бы, наверное, не погиб. Не, погиб бы все равно. Ну. Ой, яички еще тоже. Опять. В общем, Спирит. Очередная попытка. Да. Ну, такая ситуация неоднозначна. То есть, Спирит мог бы там, наверное, и отпиваться. У него боттл вроде заряженный был. Так, тут герасстреливает. Герыч нишу. Ну, ладно. Как бы то ни было. Шачло уже один на один просто выходит против Энштопарейшена. И аппарат решил, что не стоит сражаться. Ну, и сам Шачло тоже убегает. Крепов. Очередная попытка появится как-то с таким. Так. Ну, в центре очень активная у нас дота. Герои постоянно подменяют друг друга, пока там кто-то в таверне кто-то хиляется. А фониджи. Так. Что мы... Важно так, даггер прям сразу пойдет, не будет ничего придумывать. Ну, да. Все. В принципе, понятно. Даггер очень серьезно бустит рюмастера. Позволяем угрываться. Ну, правда, с рюмастером тут надо очень хорошо считать ману. Потому что по мане... Вот, смотрите, да. Тут 125 и здесь 130, а потом 150. То есть 150, 125, 275 маны. А у рюмастера у самого не очень большой запас. Так. Летит герокоптер на ход. Шачло свернул в проулок. Окей. Видно Шачло. Шачло просто с руки сейчас будет ниша бить. Ну, ио. Прилетело хорошо. Помогает. Ок. Ок. Ниша. Ниша хочет разменяться все-таки. Но не получится. Разменяться. Тэп-аут теперь делает. Но не сделает же он. Тэп-аут и баги. Там атака 62 плюс 92. Как ты сделаешь? Просто плюс 92. Дополнительный урон 90 от Battle Cry. 90. Жесть. На первом уровне. Но зацепили бремастера. Но хотя у него есть сплит. Так что не зацепили его. Но тут бремастера только через бойна можно убивать. Как-то. Чтобы он там ультимейт просто вкастовывал в Афоню. Пока там его все разбирают. Или что-то такое. Так. Там чины где-то я слышу. Ой-ой-ой. Ио. Спасается. Притянулся к Афоне. И в принципе еще и заряд вроде бы из Ботла использовал. И спил. Вот такие вот активные действия на центральной линии и на верхней линии позволяют герокоптеру без проблем выфарливать своих крипов. Он там стоит на линии. У него есть... Выход на топ у нас от бейна. Ой, сейчас опасно будет. Опасно. Сейчас опасно. Прилетел сюда и фурион. И крутилка. И замерз. И все. Все в одного. Ну, ты видишь, сколько их здесь. Все варстайла. Да. Все, все полетело. Но втроем стянулись, да? Чтобы забрать. Чтобы сделать этот фраг. Тем временем остается Суприма. Один на центре. Возможно, 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 все-таки его убьют. Дадут размен. Или нет? Афоня пока сплит не дает. Пытается как-то так забрать. Так, через закончится. Три реминанта. Полетел. Ой-ой-ой. Взорвался. Три реминанта все-таки это много. Неудачно сделал. Да, но... Есть ТП. Есть ТП. ТП, что-то герокоптер. Отменил. Фейк ТП сделал. Отменил. Отменил. Просто испугать. Еще сравняли 4-4. Да, нежданчик такой для Ио был. Вот эти вот реминанты, которые просто взорвали его. Ну и неплохой все-таки давайте отметим выход на лон-друида, который уже превращается в какую-то обезьяну. Йети какой-то, снежный человек. Что-то из этой серии. Да, да, да. Панда. Домашний питомец. Ну, такой, конечно, домашний питомец. Попробуй его прокорми. Так, здесь очень просто минус оперейшн. Афоня. Сплит будешь делать? Сплит? Или что, просто убегут? Ну, сейчас же может погибнуть. Нет, все-таки на хосте. Ну, да, на хосте сложно. Ультавриона не зашла. Попала, да. Была, наверное? Да, была. Была вроде. Она по крипам. Нет, ну, она по всем должна была заходить как-то странно. Нет, ну, она по крипам прошла, не попала, погираем. Да, да. Ну. Я видел. 350 голды остается до даггера у бремастера. И опасненько это будет, на самом деле. Будет выход какой-то тавер. Опять, опять выход у нас на шашло, но он уже более аккуратной позиции стоит и даст так себя теперь спину обойти. Ну, да, тавер близко, так что можно. Вот этот вот спот, который разделили, теперь Ио уже не может, да, здесь одновременно пулить? Я думаю, может. Может? Я думаю, да. Ага, ну, ладно. В общем, в любом случае, пока мы этого не видим, но может быть, оно и не надо. Тут слишком активно на центре сражаться, поэтому нужно постоянно присутствие Ио необходимо. Вот там рядом с амфоней, ведь еще и два бутла они все-таки все брали, и то погибали. Не хватало там этого хила. Не всегда хватало. Ну, мы мало уделяем внимания герокоптеру, но поэтому почему? 57 на 19 просто можно наблюдать, как он там выфарливает и добивает. Вот, а фоня в центре разменивается. Сейчас с упримом клэпает. Ультимейт еще есть. Да, еще не использовал ни разу. Всегда можно успеть заезжать. Так, ну, тут не получится. Крипа добить, к сожалению. Стики съел. Выбивает из бутылки и идет добивать свой даггер. Тут как раз три Крипочка. Можно даже отвод сделать, если в этом есть необходимость. Я думаю, он заберет. И пойдет. Дикокрыл и Потрошителя пойдет на базу купить свой даггер. Ну да. Дикокрыл. Извини. Что это было? Отменил удар. Ну ладно. Или на лишнюю руну побежит. Одно из двух. Даггер да, может и прилететь. Или там кто-то типа Ио может его принести. Он сейчас руну заберет, Зуизает, ее как раз отобьется. И в даггер будет лететь ТП. И... Ну, даггер он уже купил. Сейчас подкупит еще телепорт. Все, наверное. Места нету. Ничего он себе не подкупит. Смог у нас. Смог. Бэйн пятый. Но смог. Видели его. Здесь Зуизали. Они его под Вардом. Все видели. Прекрасно. Выходит под Тауэр. Ну и вот он Смог развеялся. Андершок выходит. Выходит Андершок. Там Бу ставит, не ставит. Не-то все-таки поставил. Бласт залетает. Бласт. Калдаун сверху. Ну, неплохо на самом деле. Сейчас Бэйна зацепили. Бэйн погибает. А дальше что-то будет. Ну, можно попробовать вот сейчас собрать Operation. Но ТТП аут. Мы его увидели. 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 Что? А он просто побежал. Ну, наверное, не судьба была. Зачем он это сделал? Я тоже не понял. Он уже почти телепортнулся. У него там полсекунды осталось, чтобы улететь. Ну, он может был корней. Я говорю, нечем цеплять. Нечем было цеплять. Вообще нечем. Я говорю, кроме корней. Он испугался корней Мишки, что с первого удара тебя? Да Мишка еще и не заметил тебя вообще. Ну, вот так вот он испугался. И дают размен. В итоге тавер на тавер получилось. Но надо продолжать нишу вместе с экзотическим лосем. Идти вперед. То же самое могут и Хеврайзерс, по сути, сделать. Так, Бласт. Привет. Сметас мы уже. Бласт неприятный, конечно. В центре что там происходит? В центре нет. Ничего не происходит. Обнаружили андершок. А Джиггернаут хочет его забрать. Но есть ТП от Брюмастера. Ай-яй-яй-яй. А не видно. Джиггернаут ей раскручивается. Делает ТП-аут. Брюмастер прыгает на ход. По нише. Ниша ТП-аут. Три секунды делается. Телепорт Профета. Но этого вроде бы достаточно. И Миддл забирает альтернейт. Ай-яй-яй. Хорош, хорош, хорош. Кому достанется Тауэр? Ну конечно Тауэр потеряли. Но возможно не Героем. Да. Силы Света. Тьмы точнее разрушили Тауэр. Приделся сюда Лондруид. Заслипали его. Герокоптер. Получает Фестэ. Ну тут так вот. Ио там на Хосте. Они. Как-то. Ну че-то двигаются от Вены. Да. Очень неплохо выиграли. В пространственном таком сражении. Скажем так. Забрали. Смысли вверх. Перетянули всех на Миддл. Снесли Тауэр на Мидд. И сейчас тупо перетягиваются вниз. Сносить Тауэр там. А Тауэр там фулловый. Вот это беда. А на Мидд так просто аппарат не даст зайти Тауэр ломать. Он кулдауну будет кидать своего ультимейта. Ульт. А первый уже залетел. Но он правда заканчивается. Ио там может отхиливать. Окей. Побежали. И Битши отшло стоит в сторонке. Просто наблюдая. Так. Фурион тоже дает ульту. Ну и Тамбу на всякий случай. Последует. Слушайте. Гирокоптер там чуть не погиб. Гирокоптер аккуратно там переагрил Тауэр. Сейчас ультаппарат залетет. ГГ будет. Он ТПАл делает. Ну должна наверное на фонтан лететь. Ну там уже ничего не будет. Потому что в откате она. Уже забрали Тауэр. Уже забрали. И... Ну вот так. Такая у нас получается история. Что Т1 Тауэров вообще уже нет. У Хеллрайзерс. А их противники имеют 1 на верхней части карты. Джаггернаут мы видим с Супримом топ персонажей по количеству нафармленного золота. 5900 и 5600 соответственно. Но от них особо сильно не отстает Гирокоптер. Хотя на Гирокоптера Бласт можно ультовать. Ультимейт, Джагги. Но может рассыпаться. Умирает. Умирает. Висп конечно умрет. Гирокоптер то есть. А дальше. А дальше. А дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А еще. А добавить. Ну Тамбу поставь замедли. Хорошо. У Джаггернаут ничего у него нет. Хотя есть ТП. Атак. Клэп. Минус операцион. Джаггернут критами. Что он делает? А критами еще. Если крит прокет. А он раскручивается просто. Окей. Надо уйти. Нет. Не получается. Держит Афоню. Ой-ой-ой. Бэн держит. Его Афоня принимает в себя все. И погибает. На пустом месте. Зачем было идти? Непонятно. Да. Ну а парни то продолжат. АТН. Посмотрите. У них есть вард. У них есть там пенечки. Пенечки-дружочки. Кстати, пеньки-то сейчас сильнее дамажат. И там. Как они там. Арх-энты. Соответственно, еще сильнее тоже бьют. Арх-энт. Ну, те, которые из героев появляются. Я понял. Крутой. Супер-энт. Супер-энт. Да. Как правильно. Я не знаю. Я тоже не знаю. Грейтер-энт. Или грейт-энт. З-за грейтест. З-за грейтест. Так, ну не получилось. Лондон из-за капитала в Грэд-Бритон. Как-то так, да. Ну что, отомстили за свой тавр потраченным калдауном крипов. В общем, на этом все. И есть ТП. Так, и сначала тоже делать ТП. Но его, ну а чем-то сбить есть? Нет, нечем тоже сбить. Не эти герои сбивают телепорты. Не эти. Ну. И Джаггернаут тоже такой, эх, а ведь раньше-то я сбивал телепорты. А сейчас, а сейчас нет. Так. Ну, может быть, в Альве думают, что если Джаггернаут находит саппорта в лесу, он все равно не уйдет этот саппорт. Будет он использовать телепорт или нет. Поэтому уберем эту возможность. Тут ходит Бэйн, расставляет ворды. Соответственно, надо чуть ближе подбираться к Хеллрайзерсу. Ну, то есть Вижен должен быть чуть-чуть ближе, поскольку Т1 уже отсутствует. Поэтому можно перенести свои ворды на, там, грубо говоря, два шага вперед. Ближе к Т2. Чтобы иметь подсдарм для какой-то атаки, если они будут ее совершать на эти вышки. Можно, конечно, еще пофармить. Можно попробовать там на Рошана и связывать шарь-шлоу. Не-не-не. Хотя да, Алфурион ульту, ну ничего не происходит. Медас у нас появляется у аппарата. Еще один Медас команды. АТН. Ну, вот после этих файтов неудачных все рухнуло просто. Видите, были впереди Хеллрайзерс по графикам, друзья. 4 тысячи уже ведут АТН. Правда, сейчас устаканилось ворди на одном уровне по экспе. Ну, небольшое, но все-таки тоже есть преимущество у АТН. Геррокоптер полторы тысячи, есть у него Яша и Смог разбивают Хеллрайзерс. Афоня и Андершок под Смоком. Андершока нет ультимейта, ну, особо пока он, видимо, ему не нужен. Так, Ниша так видит. Ну, неудачно зашли, конечно. Просто на хайграунде стоял Курион, заходил сюда Undying, и все друг друга увидели. У Афони тоже сейчас заканчивается Смог, или как-то там его развеяли. Ну, что? Ну, Ио есть, может быть, влететь куда-то, но есть ультимейт, есть релокейт, как-то куда-то прилететь. Ну, некуда лететь, нет вижена. А в кого летать-то? Сразу Телефорт последует. Бейна, ага, так, Бласт мимо. Заслипали сейчас герокоптера. Да, проблема в том, что Т... Не, хотя Т1 вот на центре нет, потому что если где-то в центре драться, может быть, быстро не прилетят, но Т2 есть, тоже там недалеко бежать. Так, ну что, последний, последний, последний Т1 Тауру, АТН, и его вообще без боя отдает, но зато откатился теперь глип, если что. И вот еще, вот прям, смотрите, не стесняясь, БН передвигает свой вижен вперед. Так, тут вражеский центрячок. Ну что, поверх продолжите, Ашара? Или вернуться все-таки, защитить свой лес? А как им выгоднее? Выгоднее? Ну, лучше все-таки выбить из своего леса и защитить Т2 Тауру. Ну, на Т2 Тауру, наверное, не пойдут, потому что по всей карте расстредоточены. Атан, они просто весь лес формят. Фармят весь лес командой Ашара. Из-за этого Ашара фармить негде. А Ашара не фармит лес вражеский. Ну да, они по линии идут. Ну, хотя тут Геракомдер пришла манна небесная и видит там двух пачек крипов. Напали, напали. Шаччлой привязали. И Фурион летит сюда, сейчас будет закрывать. Джаггеронт прыгает хорошо. Попрыгал по крипам, но повезло, Шаччлой, сейчас очень серьезно повезло. Бывает такое. Шаччлой врет. Но он все равно погибнет, да. У Джагги уже БФчик, что ли? Да, уже есть. У него же Яшна подходит. Ух. Можно так по шмоточкам протестить, что он у нас вообще появился за это время. У Виспа, ну, ничего такого особенного нет. У Боттл, урна, в банке лежит. У Лондроида Мидас 1800, там у Мишки тоже что-то было, по-моему, Фейзы и Мидас, да? Герокоптеры. Ничего нету, но походу что-то лежит. Саша Яшин, а, Монтастайл летит. Монтастайл? Да. Монтайл летит. Ну, ок. Ну, и Бримастер с Блинком, и что тут у него? Глобс оф Хейст. А что он из них будет делать? Мидас? Да не, не Мидас, нельзя Мидас, мне кажется. Ну, это автоматическая ЭГГ, мне что-то кажется, если Мидас. Так, Эмберспирит. Эмберспирит у нас чуть-чуть остается, буквально, все от голды до Баттлфьюри, плюс ко всему, это у Тревелла есть. Фурион у нас Аканим уже собран, фуловый, и 11-ый левел, он это больно будет вместе с Мидасиком. То есть мы узнаем, да-да-да. Аппарат у нас с Мидасом, мы недавно как раз это замечали, и Джиггернаут, Баттлфьюри, Яша. Ну и прошел, да. И Бэйн, наверное, делает выход в Глиммер со своей клакой и манат-ботиночком. Такого, ничего пока существенного, прям жесткого нету, все, в принципе, по таймингу у всех героев появляется. Слушай, ну все-таки это Мидас. Мидас, ну, походу, посмотрел на два Мидаса команды АТН и думает, надо тоже не отставать, вдруг игра в лейт затянется, поэтому буду выходить в Лайтуху. Ну да, и Шачлой сейчас еще третий Мидас. Давайте я тоже. И вообще мы могли бы там какому-нибудь Аркварден, как там? Да-да-да, Аркварден. Ну, пока я в Каптенс моде, но тем не менее, в общем. Тоже Мидасик завязать можно было бы. Да-да-да. Так, ну уже нападаем, Корни с первого удара, давай, с первого. Так, прилетели, закрывает себя ниша, чем-то есть, но калдаун туда залетает и прям погибает, фордобласт. По троим, по четверым даже, нет, по троим, по троим. Да далеко заходит, нельзя так фармить на ногу. Стоять где-то тут и фармить. Да, можно было с пиньков отравить. Чем так наглеешь? Молодой человек. Ой-ой-ой, просто с руки сейчас годным погибнет, да. И отходить надо. Ну, такой этот Бэйн, просто жук, везде эти варды ставят, так, и ультимейт в лицо, ага, монтостайл, хорошо, а теперь, а теперь, теперь, джаггернафт 1 остается, но надо раскручиваться, хотя, да, раскручивается, реминанты полетели, погибает, сейчас геррокоптер, и... Медведь, медведи совсем мало хп, убивает, тоже геррокоптер, андершок, может догнать, а что боишься-то? Почему эмберспирит боится, там только панда, и только ондаинг, там больше никого нету, просто убивает, да, а пока, прочитал это, все посмотрел. Ну и в итоге, панда складывается, там бутчу заберут, мне показалось, что Афоня дал одновременно и стан, и еул, по спирету, и в итоге, там, пока он летал в еуле, в него... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обраточка прилетела, да. Ну пока, друзья, даже если посмотреть еще раз на графике, то мы видим, что проигрывает HellRise president эту игру, Но лон-друид, возможно, как-то там выформит что-то. Плюс есть панда, которая может разложиться, и теоретически ульджиггернаута там не сможет нанести там очень много урона. Какую-то одну цель. Но есть спирит, который все это режет, который, в общем, тоже неприятно. Вот сейчас ниша-таки сделает, наверное, ТП. Да, сделает ТП. Очень плохо реализовали дайгеры, это панды. Могли бы нормально выйти под смачком и разнести пару героев. По факту они и не сделали ни одного выхода, да, на Брюмастере с Валенком? Не. Ни одного не сделали, могли еще даже на Ио теоретически залететь, если бы хотелось. Но нет, вот по-моему они прилетали вот сюда, вот там, когда на Фуриона его убивали. И вот здесь вот внизу тоже была драка, но в итоге они ее проиграли. Ну да. Надо было четкие просто выходы сделать. Сейчас просто все не так круто. У Ашеров, да, Лондруидом лондруидом, да, Герокоптер Герокоптером, но Эмберспирит с Джиггернаутом посильнее будут этих героев. Но Эмберспирит, Эмберспиритом с Джиггернаутом? Да, именно так. Да нет, реально посильнее будет, и Джиггернаут будет посильнее, Эмберспирит тоже в лыть. Ну вот Афоня вышел, летят, летят, смотри, наконец-то. Убьют, Ниша, ты па... Ай-яй, ай-яй. А, вот еще чем сбивать-то точно. Так, ей сплит. Хорошо, держат, Шачло. Нет, Шачло уже не держат. Крати, неплохо. Ну, Бласт, ох, там разрез! Так, Пандаран здесь один остается, ну, в смысле, Брюмастер. Две Панды, их блокируют, просто манесят они друг против друга. Ну, никто не подходит, надо блин сразу же делать. Суприм, Афоня... Ой-ой-ой, долго думал Афоня, правда там бух поставили. Будет он драться с Супримом, Суприм разрезает, Суприм, ну, Рената уходит. И типа вот Афоня оформляет. Чем сбивать, ты говоришь? Да, да, Саведжер Ором. А, который любит бежать в сторону бараков? Да, 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 да. Рык. Рык, рык. Да. Here, Mirror. Because I'm a tiger. Listen to the fire. Так, ну, окей, Владимир. Владимир. Владимир, это хорошо. Ну, то есть, я самый топ-артефакт для Панды. Это Блинкдаггер, Владимир, Кираса. Это самые такие основные. Ну, такой Ауромастер, да, как его прозвали? Ну, да, он тоже такой полу-суппорт. А потом он может уходить уже в какие-то блейтух, чтобы сам уже драться. Потому что Панда, ну, его ульта будет бесполезная. Ульта. Ну, да. Как бы все-таки очень быстро там уже. Империт разочек прыгнет. Порежет там все. И Джиггернаус в Баттлфюре тоже разочек ударит, и Панда упадут эти все. Так, Бласт. Предварительная такая обработка. Летели направо. Направо, направо, направо. На Зарака опять ниша умирает. Ну, зато уходит Спирит. Но они уходят на Т2, которая... Смотри, смотри, они видят. Так, заслипали. Ой-ой, сразу же 3 ТП. Надо цеплять. Есть Герокоптер Монтастайл. Прожал, Джиггернаут прыгает. Прыгает, Джиггернаут убивает все-таки Герокоптера поздно. Остальные подтащили сюда. Суприм пытается отсюда уйти, но сейчас скорее всего сейчас его убьют. Иллюзия нету. Так, подхил. И он уходит на Риминато. Нет, не отпускайте его отсюда каким-то образом. Джага. Ну, Джага с Аегисом, как бы, против него. Попробуй поделись. И подходит назад. Смотрите, Джиггернаут раскручивается. Байтит на свой Аегис. Понимает, это Хеллрайзер. Пытается отсюда уйти. Афоня. Бен в ультимете. Афоню держит. Афоня гидит в ультимете. Туда Блаза. Залетает минус Афоня. А Джиггернаута. Один байбэк только у Геррокоптера есть. Один байбэк. Просто халяву должны ломать. Кстати, Тауэр точно. Мне кажется, и Барак тоже упадет. Ну, Барак нет, потому что сейчас придет Геррокоптер кинь тульту под Веспом. Да, упадет, смотри. Геррокоптер, ну да, байбэк-цы нельзя, упадет, да. Точно. Отдадут Бараки. Не хочет байбэк-цы. Вообще, надо было байбэк-цы. Бег, бег. Вот они также абсолютно играли против... ВП? ВП. У них одна сторона только падает, у них герой есть, который с байбэк, он который может задефить, спокойно байбэкнуться и задефить. Они пишут ГГ. Ну, может быть, знаешь, как они подумали, что... Ну, у Геррокоптера, типа, он делает байбэк, но это слишком у ВП экономики назад отбросит, он там ничего не соберет, следующая атака не переживут, и... Ну, поэтому не стоит так дальше затягивать. Может быть, так? Ну, то есть, смотри, вот у него 2600, он там, грубо говоря, останется у него 1600. БКБ там еще 1300 надо будет. Ну, в общем, а там уже слишком большой перевес у противника, не знаю, такое вот мне ощущение. Ну, к сожалению, грустная была последняя игра. Вроде и драфт неплохой был, как-то нам понравился, но АТНы как-то играли лучше. Не, HellRaisers не стоит тарелки, не знаю, что у них в команде происходит, они вроде только состав утвердили, тренировались же перед этим по-любому. Сейчас опять началась у них какая-то неслаженность. Может быть, дело было... Проблемы были не в игроках, которые ушли как раз из команды, а в других игроках. Которые остались? Которые остались там и наводят всякую дизмораль. Ну, этого мы не узнаем. А Operation? Да, этого мы не знаем. Скажи такой еще вопрос. Ну, как бы там было логично, наверное, его взять и от Аманданка, про это взяли. А почему не банили? То есть, настолько ли он зарешал, что его не банили и HellRaisers, и настолько ли все-таки, что АТН его пикнули? То есть, как полезность, если оценить Operation по шкале от 1 на 10? Ну, просто, не знаю, не любят этого героя. Просто команда говорит, не хотим играть против Operation. Или, наоборот, хотим играть против Operation. Как-то без разницы. Если знают, как играть против него, то отдают. Если не знают, как играть, то банят. Если, то типа все под ульту встают. Ну, в Horizon вроде бы не знали, да, как играть против него. Точнее, думали, что знают, но в итоге не получалось. Да, тут не в аппарате даже дело. Тут их как-то, как-то все у них не пошло. Вроде начало было неплохое, а потом как-то сноубольщик такой, знаешь, как лавина сходит в мультфильмах, показывает, такой маленький-малький сноубольщик. Он больше-больше снега такого добавляет, и в конце такой большой ком. Вот у них потом уже навалилось это. Ничего не могли сделать без танов игра, но это совсем против, тем более Ember Spirit, против, не знаю, там, Фориона того же, который каждый второй раз улетал. И то, если бы он был чуть поумнее, он улетал бы каждый раз. Ну да, ну и Джаггернаут уже, который с руки бьет, а сбить ему-то, ну, просто остановить его нечем. Да, остановить нечем, конечно, Геррокоптер все это собирает, Манта Стайл. Ну, он против, типа, Джаггернаута, чтобы там, ну, это даже один раз сработало. Ну, собери себе БКБ. Ну, да. Ну, против Джаггернаута, ну... Ну, сложно. Такое. Если ты дерешься 5 на 5, Джаггернаут, в принципе, не так как круто. Там и Панды есть, и Лондроид, и Мишка есть, и он там будет прыгать по всем этим героям. Он не будет прыгать только по тебе, Геррокоптер. Поэтому без демиджа драться вообще нельзя было. Не знаю, как без демиджа побеждать. Демиджа вообще никакого не было. Медас с Лондроид, только там ее Майор Стормпом все свалил. И Геррокоптер с Манта Стайл. Ну, с чем драться? Прямо ультубер-мастера так не работает Дота. Ну, зато, друзья, конечно, такая немножко минорная у нас нота, мы на ней заканчиваем. Но давайте все-таки закончим не на минорной, а на мажорной. Вспомним вторую игру, когда Пуш тягал просто всю команду ATN, и не знали они, что делать. И вынуждены были даже во время драфта этой игры просто банить всех персонажей Hellrisers, там Core, да, или тех, против которых они играли, чтобы все-таки выиграть эту игру. Но они выиграли, но зато наши показали удивительную доту во время второй карты. Я хочу хайров пожелать в новом году, чтобы они как-то посерьезнее собрались все-таки и начали показывать хороший доту, потому что побольше.